Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. 22 июня этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году, а значит и к 9 мая 1945. Между двумя датами прочная нить. Она связала воедино годы ужаса, лишений и тяжелого труда. И наш народ сделал, казалось, все невозможное. Мы ездили на раскопки с 1 по 4 мая. Было поднято 21 боец Красной армии. Это было очень интересно и захватывало дух от той памяти. Это были люди, и они сражались за нашу родину. И видеть через такое время их останки немного жутковато. В 4 утра десятки человек собрались на Аллее Славы в городе Видное. Где состоялась акция «Свеча памяти», организованная Всероссийской общественной организацией ветеранов боевое братство. Участники акции зажгли свечи как символ памяти о тех, кто погиб во имя мира и на земле. Мы приехали в город Видное по приглашению наших товарищей, которые здесь являются членами боевого братства, организуют работу патриотическую, помощь ветеранам и так далее. То есть для всех нас эта дата является объединяющей. Первым перед собравшимися выступил председатель Совета Московского областного отделения боевое братство Сергей Князев. Он отметил всю важность подобных акций и их роль в воспитании подрастающего поколения. И в этот день еще раз хотел бы пожелать всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия. Я вам сказать большое спасибо нашей прекрасной молодежи. Дорогие ребята, желаю вам, наверное, от лица всех ветеранов, чтобы вы добились больших успехов в порте, в политике, в экономике, в других мирных областях нашей жизни. Но, с другой стороны, тем более в наше непростое сегодняшнее время, всегда были готовы, чтобы с честью встать на защиту своей страны, как делали наши деды в Великой Отечественной войне. И каждый год мы с активистами ходим в Воскресенске на эту акцию сущей памяти. Но в этом году весь город решил съездить в Видное, в город соседний. И мы поддержали эту идею, потому что, наверное, хорошо, когда эта акция еще сплочает людей. То, что это же, точнее, война, она же не делит, нельзя разделить там на наших, на ваших. Города все были вместе. И поэтому, не знаю, тут даже вопрос не стояло, ехать или нет. Дрожащий огонек свечи, как стебелек жизни, который нам дали те, кто воевал. Нет ни одной семьи в нашей стране, которая бы не ощутила пожар этой войны. Черное крыло войны накрыло многие семьи. У меня отец в 42-м году, при обороне Кавказа, 31 августа погиб на Тереке, отдав свою жизнь за свободу нашей Родины. Потом, наоборот, пошел я, молодой парень, который вступил в ряды Красной Армии и защищал нашу Родину, зайдя до Берлина. Еще одной частью акции стала молитва, после которой была объявлена минута молчания. Все пришедшие возложили цветы к вечному огню и направились к памятнику погибших воинов-интернационалистов, где участниками акции также были возложены красные гвоздики. Акция «Свеча памяти» – не красивый жест, а порыв, особое чувство, которое овладевает теми, кто помнит свою историю. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.